Музыка Так, итак, мы уже в Дубае, в самом центре. Алена, расскажи, что мы сейчас будем смотреть, какую квартиру? Да, мы будем сейчас смотреть однопомнатную квартиру, которая находится в 18 этаже в доме, адрес Вон Тан Ю. Эта квартира недавно была приобретена для нашего клиента и будет сдаваться в аренду. Так, супер. Какие тут достопримечательности, особенности вот здесь непосредственно? Какие вот тут? В этом доме? Отельные адресы, это резиденции и отельные апартаменты. Здесь есть, здесь постоянно убирают эти квартиры. Здесь много ресторанов в самом доме. Три бассейна. В каждой башне свой спортзал. Вот, это очень классный дом. Также вход подсоединен к Дубаймору. Можно напрямую, не через улицу, выйти в Дубаймору. То есть, особенно летом, да, по большому счету, в принципе, на жару выходить не надо? В этом же доме есть и салоны красоты, магазин White Rose, есть кофейни, рестораны быстрого питания. Сколько тут стоят квартиры примерно? Квартиры стоят от трех миллионов дирхамов. То есть, это где-то грубо от шестидесяти миллионов рублей, да? Да. Понятно. Так, а вот с хорошим видом? С хорошим видом будет дороже, потому что в Дубае математика такая, каждый этаж, это плюс один процент, как правило. Это что, один процент? Ну, как правило, это у состройщики так считают. Ничего себе. И реально спрос есть, да, на эти процессы? Да, но, допустим, когда мы говорим о вторичном рынке, то собственники иногда ставят цены, как они хотят. Потому что у нас прибрежная зона поднимается, каждые два месяца у меня один клиент поднимает на два миллиона дирхамов. И успокоиться не может. Да. Здесь бассейн прямо на территории. Это не тот бассейн, о котором я говорила, это детский бассейн. А, это детский. А я уже подумал, что нам бы и такого хватило. Это баскетбольная площадка. Тут вообще огонь. Так, в общем, вот это тоже общая территория, да? Да, это бассейн, можно спуститься, поплавать. Там дальше еще один бассейн есть, мы сейчас пойдем. Он больше? Он больше, да. А, ну, он, да, виднеется? Да, предыдущий бассейн, который мы смотрели, он больше для детей. И так вот люди, вот тут я смотрю, тусуются, сидят, да? Слушай, ну это очень круто. Потолки очень высокие, да? Ветра, по-моему, 12 где-то. Так, тут детская комната есть. Так, Алена, тут красиво, да? Да, это пол, он на самом деле очень длинно, он соединяет все три башни. Тут даже запах какой-то другой, да? Дорогостоящий. Это ароматерапия. Да, 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 да. Так, Алена, давай посмотрим, что там внутри квартиры. Проходите. Так, что мы тут имеем? Так, у нас тут есть гостевой санузел. Даже так, да? Да, он очень часто присутствует. А смысл ему какой-то? Ну, для того, чтобы гости, когда приходят, не заходили через спальную комнату. Вот, у нас кухня. Кухня есть. Тут, правильно понимаю, на газу? Да, да. В некоторых домах здесь газ, в некоторых... Слушай, а сдавалось разживаться все с мебелью, да? Да, да, полностью. И даже с посудой. Обалдеть. С посудом моченой машины. Ой, слушай, ну понятно, что за такие деньги. Все есть. Так, скажи, сколько эта квартира стоила клиенту? Три миллиона сто тысяч декам. Угу. Также постирочная есть. Все тут есть, да? Да. Коммуникации все скрыты. А дверца-то скрипит. А. Да, есть такое. Нужно сказать, тут, кстати... О, тут красиво, кстати, класс вообще. Да, зельчинное. Особенностью, кстати, квартир в Дубае являются вот эти окна выдачи. А, да. Часто кухни... Как на раздаче? Да, да, да. Я вот себя ощущаю прям вот... Много клиентов удивляется. Но и такие кухни не всегда. Бывают разные планировки. Кастрюли сухом не хватает? Да. Я к тебе буду кормить. Можно выбирать, просто обращайте на это внимание, и можно выбирать разные планировки. Тут гостиная с таким потрясающим видом, я считаю. Так, ну давай, вид посмотрим. Для меня вид на Бурш-Калифу это самый лучший вид. Ну тут огненно, конечно. Так, там у нас... Здесь выход на балкон. Давай, там у нас Нина Павловна, наверное. Так, здравствуйте. Мы снимаем небольшой сюжет. Так, вот это у нас Бурш-Калифа, да? Да. Так, там фонтаны, да? Фонтаны. Играют. Потом под снимем. А это Дубай Молл, правильно? Вид сверху. И вот отсюда выход в Дубай Молл прямой. Да, да. А вот с левой стороны это еще один адрес. А, вот это, да? Да. О, прикольно. Это совсем красиво. Так, ну конечно, с таким видом квартиры должны дорого стоить. Так, что же у нас тут в плане... А вот еще два адреса. А, вон они. Да тут одни адресы кругом. И там адрес, да. Ладно, понял. Ну, вообще, этот район полностью застроил Эмар. Тут только эмаровские дома. Ну, есть еще пару других... Так, это у нас... Это спальная комната. Спальная. В каждой комнате есть телевизор. Неплохая. И выход тоже сюда, да? Да, да, есть выход и по комнате. Так, раз и сразу же, вот так, раз и все. Ну да. Красиво жить, как говорится, не запретишь. Вот, здесь полик с зеркалом. Гардеробная с сейфом. С сейфом. Да, даже вешенки присутствуют. Так, и второй санузел. Так, тут есть что-нибудь необычное? Нет. Нет. Все такое более-менее стандартное. Ну, зеркало очень красивое. В стержанных оттенках. Очень приятное. Общая площадь квартиры сколько этой? Около 80 квадратных метров. 80 квадратных метров. Люстра, смотри, какая необычная. Да. Тут все квартиры выполнены в одинаковом интерьере. Каждая квартира идет с парка местом. И также, когда наши клиенты выбирают для покупки квартиру, мы рекомендуем, чтобы в ней был балкон. Потому что, несмотря на то, что все считают, что он здесь не нужен, так как это жаркая страна, но все равно, когда люди живут без балкона, это достаточно некомфортно. Все равно тут 4 месяца в году очень приятная, 4 даже больше месяца в году очень приятная погода, и можно выходить на балкон, любоваться видом и просто отдыхать на воздухе. Класс. Ну и в целом можно сделать вывод, что продавалось от застройщика, я так понимаю, вместе со всей мебелью, с тарелками, с паркингом. Вот ту цену, которую ты сказала, да? Да, все входит сюда. Все входит в стоимость. Также, это как раз особенность. Эмар вообще квартиры с мебелью не продает. Только адрес, отельные апартаменты у них продаются с мебелью. Класс. Так, ну что, вот так вот, если у кого есть лишнее, где-то 60 миллионов рублей. Да, и желание смотреть на пушкалинку и быть в центре этого города. Слушай, Алена, а вот многие сейчас то смотрят, а вот что, прям все, можно за 10 миллионов купить в Дубае? За 10 миллионов? Да, рублей, рублей. Ой, рублей. Рублей, конечно, можно. Вот, это, я думаю, самый большой спрос, потому что, давайте откровенно, вот таких людей, их мало. А вот 10 миллионов можно, правильно? Очень много. 20% первоначальный взнос, верно я понимаю? Да, даже некоторые застройщики дают всего 10% первоначальный взнос. Даже так, и 5 лет там расстройщика. Да, еще и после, есть 5 лет, допустим, это 3 года во время строительства и 2 или 3 года после окончания строительства. Молодые застройщики так привлекают к себе внимание. Есть очень классные, которые застраивают прям целые районы. Бизнес девелоперский и агент с недвижимостью развивается в Дубае. У нас, кстати, Алена стала топ-1 против Едмарии, правильно? Молодец, вообще выиграла, что называется. Но это, понимаю, не из-за этой сделки, а в целом? Нет, нет, в целом. В январе, да, были продажи на 31 миллион дирхамм. Слушай, это очень круто. Это прямо, это, знаете, ну, чтобы было так быстро, переведу, это получается на 600 миллионов рублей, да, примерно, грубо? Да. То есть, легко там просчитать 3%, да, ну и сами делайте выводы. Вот, хорошо. Так, все, спасибо большое. Сейчас еще посмотрим, как фонтаны, наверное, и на этом все. Кто тут будет в аренде жить, да, это стоит того, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok